В эфире телеканала ННТ Новости Дагестана. В студии Лариана Шамхалаева. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах выпуска. Лучше поздно, чем никогда. На подготовку электрического хозяйства республики к зиме выделят более 1 миллиарда рублей. Самобытность, качество и колорит. В Махачкале стартовал фестиваль хранителей традиций, о чем речь узнаем в выпуске. Паломникам на заметку компания Марва Тур объявила о начале приема заявок на ХАДЖ-2024. Дагестану в этом году на подготовку системы электроснабжения к зиме выделят дополнительно 1 миллиард 200 миллионов рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале главы региона. Еще более 500 миллионов направят из средств Россетей. Общая сумма в 1 миллиард 700 миллионов будет в два раза больше, чем в прошлом году. И почти в 10 раз больше, чем в предыдущие периоды. К слову, с 2024 по 2026 годы включительно на повышение надежности электроснабжения республики в федеральном бюджете планируется предусмотреть 9 миллиардов рублей. Сергей Меликов поздравил Росгвардейцев с седьмой годовщиной со дня образования регионального управления ведомства в Дагестане. Перед началом торжественного мероприятия глава республики возложил цветы к мемориалу погибшим сотрудникам. Глава Дагестана также осмотрел выставку спецтехники и вооружения и вручил госнаграды отличившимся бойцам. А накануне еще одно подразделение Росгвардии ОМОН «Скорпион Каспий» отметил свое 24-летие. В мероприятии, которое прошло в Каспийске, приняли участие представители командования территориального управления Росгвардии, бойцы отряда и ветераны службы. Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим бойцам спецподразделения и почтили их память минутой молчания. Помним всех, которые с нами были, кто на пенсию ушел, кто навечно ушел. Поэтому те, которые в строю, вас поздравляют души, ваших близких, родных. Хочу выразить слова признательности, благодарность всем сотрудникам подразделения. Сказать огромное спасибо за вклад в служение Отечеству, за достижение победы над противником на дальних рубежах нашей Родины, за пределами республики. И к другим темам. В Махачкале стартовал фестиваль народных художественных промыслов хранителей традиций. Мастера из 12 регионов нашей страны представили на выставке-ярмарке уникальную продукцию и изделия, которые прославляют их родные края. Все подробности у нашего корреспондента Салии Магомедовой. На выставке-ярмарке фестиваля хранителей традиций можно найти продукцию на любой вкус. От серебряных украшений до предметов одежды, игрушек, посуды, ножей и кинжалов. Есть среди экспонатов и лимитированная коллекция самоваров, которые украшают герб Дагестана. Ее специально для этого мероприятия изготовил и привез машзавод «Штамп» из Тульской области. Наши самовары традиционно изготавливаются из латуни. Внутри делается качественное лужение пищевой молова. А сверху некоторые самовары покрываются защитным покрытием никеля. Тогда он приобретает внешний вид серебра. У Галины Евдокимовой из Саратовской области своя мастерская живых игрушек «Братец Кролик». Она придумывает дизайн изделий, а ее супруг воплощает их в жизнь. Пара воспитывает четверых детей. Приобретать китайские товары им надоело, поэтому они решили – надо создавать свои. Крупные, допустим, игрушки тоже из натурального дерева, они несут, ну скажем, интерьерную нагрузку. То есть не китайские какие-то, не Алиэкспресс, а отечественное производство живого дерева. И они прекрасно вписываются, ну скажем так, в скандинавский стиль, в лофт или в любую современную структуру, архитектуру дома. И все же дагестанские умельцы ничуть не отличаются в профессионализме и таланте от своих коллег из других регионов нашей страны. Вы только посмотрите, какую продукцию они представили на фестивале. Подбурки, папахи, аксессуары в этническом стиле, музыкальные инструменты, керамические и серебряные изделия отведен целый этаж. Раджаб Гайдаров преподает изобразительное искусство в педагогическом колледже из Бирбаши и более 30 лет изготавливает агачку-мусы и пандуры. Он не только рассказал о деле своей жизни, но и сыграл на инструменте собственного производства. Я привел сегодня наши народные дагестанские инструменты, агачку-мусы, агарский пандур. Основные инструменты у нас в Пиосе, агарский пандур, это наше соблюдение. В рамках фестиваля хранители традиций состоялось пленарное заседание, на котором участники обсудили вопросы сохранения и развития народных художественных промыслов. Наш регион в этой сфере лидер среди субъектов России по разнообразию товаров. С начала этого года объем производства составил более 600 миллионов рублей. В рамках обедовственной госпрограммы была разработана и введена новая мера господдержки в виде предоставления субсидий производительных изделий народных промыслов на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, инструментов, сырья и материалов. Впервые такая господдержка была оказана 19 мастерам в 2021 году и 15 мастерам в 2022 году. Это позволило обновить оборудование, вследствие чего улучшилось качество производимых изделий и увеличились объемы производства. Посетить выставку-ярмарку и ознакомиться с именитой продукцией российских мастеров можно в историческом парке «Россия. Моя история» до 22 октября. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Компания «Марва Тур» объявила о начале приема заявок на хадж 2024 года. Связано это с тем, что Саудовская Аравия изменила сроки подачи заявок. По новым требованиям за полтора месяца до начала хаджа прием заявок прекратится. Пока что в королевстве не объявили новые тарифы на 2024 год. Поэтому «Марва Тур», принимая заявки от дагестанских паломников, ориентируется на цены 2023 года. Даем возможность людям, всем, кто забронирует путевки сейчас и произведет полную оплату до 1 ноября, мы эту цену сохраним вне зависимости от дальнейшего подорожания. В случае этого подорожания с Саудовской Аравией. Также есть возможность подачи заявки онлайн. Для тех, кто будет подавать заявки онлайн, для них будет цена снижена на 100 долларов от стоимости любой программы. Это хорошая возможность не приходить к нам в офис, спокойно сидеть дома, подать заявку и при этом еще и сэкономить деньги. Сейчас паломники вылетают на Малый Хадж Умра прямыми и комбинированными рейсами. В январе количество рейсов на Малый Хадж будет увеличено. Протянем руку помощи. Телеканалы ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжелобольных детях. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 9-летний Даниал с диагнозом ДЦП. Подробности в сюжете Камилы Мехтихановой. У меня такая мечта не для моей жизни. Я хочу путешествовать. Исполнить мечту маленького Даниала мешает его диагноз – ДЦП с пастической диплегией. Эта болезнь повреждает обе половины тела. Ноги обычно поражены сильнее рук. Вот где-то в два года нам только поставили поздно диагноз, что у нас ДЦП. После этого мы начали сразу реабилитацию. Он у меня вообще ничего не мог. Он даже нормально сидеть не мог. Ему нужна была обязательно подушка, чтобы он мог свою спину контролировать. И без подушки он просто падал. Но ползал он всегда, как обычный ребенок, из-за массажей в своевременных. И от врачей не могу нормального ответа услышать, почему у него проблемы в коленях. Вот он не может… Они у него оседают. И вся проблема в том, что он не может выровняться и стоять ровно. А сейчас же один доктор, да? Вот нам посоветовали купить специальный аппарат. Ему купили. Она давит на его спину. В общем, если мы хотим здесь поправить, у нас уже спина страдает. На данный момент Даниал может ходить. Правда, дается это ему нелегко. Реабилитация значительно улучшает его состояние. Раньше мальчику сложно давались и движения руками. А сейчас он даже может заниматься своим любимым хобби – рисованием. Люблю рисовать, хочу научиться. В больнице там тоже учат рисовать. Увиделся с художниками на праздниках. Недавно он был на месяце рождения пророка. Мама Даниала Залина одна воспитывает четверых детей. Финансовое положение семьи оставляет желать лучшего. Реабилитации очень дорогие. А бесплатная реабилитация, они пользы не дают. Вот, как говорится, по 15-20 минут какие могут быть результаты. А вот в Сакуре одна процедура длится 55 минут. И за 55 минут, за 15 минут ребенок только разогревается. А за 55 минут мы уже что-то делаем. Поэтому в бесплатной ходить для поддержки можно. А чтобы чего-то добиться, нужно ходить в платные. А на это очень большие деньги нужны. Для улучшения здоровья ребенку нужна постоянная реабилитация. А это стоит немалых денег. Одна надежда на поддержку неравнодушных людей. Инсан открывает сбор для Даниала в размере 350 550 рублей. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы видите на ваших экранах, или через мобильное приложение благотворительного фонда. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. И в завершении выпуска немного о спорте. Сборная Дагестана по мини-футболу среди игроков с ментальными нарушениями сыграет на всероссийских соревнованиях в Сочи. Турнир «Стальная воля» пройдет с 25 по 31 октября. Это самый массовый всероссийский фестиваль адаптивного футбола. Ежегодно в нем принимают участие более 600 спортсменов с инвалидностью. В состав команды тренера Махача Магомедова вошли 7 спортсменов. Это были все новости к этому часу. В студии работала Ларьяна Шемхалаева. Встретимся вечером в эфире. Оставайтесь на ННТ. Редактор субтитров А.Семкин